Альфа-видеоклассик и Волтер Вагнер представляют Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Композиторы Винсен Скотта и Мохаммед Игорь Бухин Песни Энн Ронал Оператор Джеймс Вон Хофф Алжир, там где жаркая пустыня встречается со Средиземным морем и современная Европа сталкивается с Древней Африкой в нескольких шагах от современного города находится старинный район Казбах который возвышается как крепость над морем его населяют люди самых различных племен и рас скитальцы и изгои со всего мира а также преступники, которые укрываются там от длинной руки закона главенствует там один человек Пепелемоко, которого давно разыскивает французская полиция Казбах Меня не интересуют никакие отговорки насчет какого-то там договора какой бы договор не существовал есть преступник, которого знает вся Европа он сбежал из Франции в июле и уже два года живет здесь, в Алжире прямо у вас под носом и поэтому вы здесь и поэтому я здесь и это нужно уладить как можно скорее мы уже два года пытаемся арестовать Пепелемоко в Париже нам каждый день приходится решать более сложные дела только почему-то он сбежал именно из Франции и все об этом знают вы хоть что-то пытались сделать? разумеется, но все не так просто насколько мне известно окружить уже известные районы, проверить все дома подряд не должно представлять сложности проверить все дома? вы недавно сюда приехали вы не знаете Казбах Казбах? это еще что? какой-то орех? очень крепкий орешек видите ли, это совсем иное мир ну вот и разберемся вряд ли у вас получится в Париже вы с таким не сталкивались смотрите это бред какой-то европейцу трудно в это поверить как полицейский я в это не верю однако вот он о Казбахе сложено много легенд как видите на карте это всего лишь несколько сантиметров но в реальности это целый мир отличный от нашего Казбах находится всего в шаге но как только вы делаете этот шаг вы попадаете в другой мир в котором живут по иным законам если посмотреть на Казбах с высоты птичьего полета то это как бы выступ над морем но если присмотреться повнимательнее мы увидим множество маленьких грязных домишек узких клочек и закоулков райончик пришедший в ужасное запустение за множество веков существования никому не ведомо какие тайны хранятся за этими стенами никому не ведомо сколько преступлений сколько надежд скрыто там здесь живут тысячи людей со всех концов света некоторые из них живут здесь из поколения в поколение индусы в белых одеяниях неразговорчивые китайцы цыгане предсказывающие судьбу даже славяне оказавшиеся вдалеке от дома негры из всех уголков Африки сицилийцы и испанцы скорые на расправу не прощающие обиду а также женщины в Казбахе можно встретить женщин всех национальностей и возрастов и повсюду террасы они соединены между собой так что через них можно попасть в любой дом даже не выходя для этого на улицу эти террасы были придуманы для женщин потому что они не могли ходить по улицам одни Казбах это настоящая крепость над морем опасная и неприступная и Казбах не единственная крепость таких сотни тысячи и в них Пепел Ламока как дома он в безопасности пока не выйдет как дома хотите сказать что не собираетесь даже заходить в этот квартал зайдить легко но вот выйти иногда гораздо сложнее вы переходите черту и неожиданно вас настигает чья-то пуля вот вам дружеский совет не двигайтесь слышите вы голос сверху привет инспектор откуда вы узнали что мы здесь не спрашивайте вас спросите инспектора Слимейна Казбах его территория как Пепел Ламока удается не обнаружить себя это нелегко вы не знаете Пепе он смеется над вами ну как вы его нашли это очень просто я каждый день его вижу что а что вас так удивляет что его ищет полиция всей Европы а вы каждый день с ним видитесь вот вам и пример самоуправления они пальцем не пошевелятся чтобы арестовать его арестовать его в Казбахе уважаемый коллега будет просто но вот вывести его оттуда невозможно и вы бездействуете я пытаюсь быть вам полезным в меру своих скромных возможностей я собираю информацию о Пепе я знаю его привычки его слабости когда невозможно действовать силой нужно действовать хитростью я предпочитаю силу боюсь в данном случае это не подойдет думаю вы просто слишком ленивы чтобы что-то сделать я осторожен то есть заботитесь лишь о собственной шкуре это все что у меня есть необходимо арестовать Пепе Лемоко так что пришлите мне сегодня 12 надежных и готовых к работе людей и подготовьте для Пепе Лемоко специальную камеру мы с тобой одинаково понимаем красоту эта сережка должна украшать особенное ухо похожее на большую ракушку принадлежащая молодой девушке с золотыми волосами особенной девушке нет жемчужины совсем тебе не идут, Карлос хотя серги в уши в луну пошли и в носу он явно старомонен читаешь мои мысли? не пытайся выставить нас дураками ты всегда говоришь какими-то загадками всегда почему бы тебе самому не попробовать обмануть меня? мы знакомы уже два года пора бы начать доверять друг другу ты прав, Пепе почему просто не раздели деньги и все? он нас просто не понимает представь, что его нет но я здесь его здесь просто нет чего он еще не знает как он тебе сказал? он говорил о красоте чем больше он говорил о красоте, тем меньше он говорил о деньгах а я спрашиваю, сколько? меня тошнит от тебя что? повтори еще раз меня тошнит от тебя? его от тебя тошнит, слышал? ладно можешь смотреть, но не смей трогать когда-то это было моей работой я начинал ювелиром и когда закончил, прихватил все драгоценности с собой? да, по привычке знаешь, я мечтаю обосноваться когда-нибудь в Париже и обзавестись коллекцией таких штучек не только для себя но и чтобы люди могли смотреть на них из-за витрины а вы, Жан Вера и Макс охраняли бы их в форме а я? а ты, Пьеро у тебя будут погоны, вроде генеральских ты будешь всеми руководить а что насчет меня? куда его пристроим? может, поставим на витрину? что? скажи это еще раз поставим на витрину? как египетскую мумию ну ладно прячься полиция полиция, полиция полиция ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девушки отдыхают Доверняка от этого голова и болит Я думаю сердцем, а не головой Тогда расскажи мне Ерунда Расскажи Ты выводишь меня из себя Это я и хочу Кричи на меня, сделай мне больно Но только не делай вид, что меня нет Вижу ты здесь Нет, не видишь Ты грезишь о чем-то С открытыми глазами Если бы ты мечтал обо мне Слушай, ты всю жизнь провела в Казбахе Ты больше ничего не видела Казбах большой Не для меня Я как в могиле Пепе Я больше так не могу Если захочешь уйти, я пойду с тобой Спасибо Ты не возьмешь меня? Если бы мог Но Париж далеко Мне все равно Там все иначе Неужели мы не можем быть там счастливы? Ты думаешь, что в Париже Я буду выглядеть нелепо? Ответь мне Как ты не понимаешь Ты родилась в Казбахе Ты принадлежишь ему Ты не знаешь, что я чувствую Я пробыл здесь уже два года Я сыт этим Казбахом по горло Из-за них в день Все время одно и то же Одни и те же люди Все, с меня хватит Я тебе надоела Ты тут ни при чем Я хочу выбраться отсюда Ах, я тут ни при чем Так знай Ты никогда не уйдешь отсюда Уйду Ты не можешь так поступить Я не позволю тебе покинуть Казбах Только попробуй и увидишь Странно, что полиция хочет арестовать тебя Ты же узник Ты пленник Казбаха Замолчи Тебе отсюда не выбраться Замолчи, говорю Как я рада, что ты больше не увидишь Францию Не увидишь Париж Ты безумна? Нет Кто там? Ты? Это я, Аиша Пепе Я не знаю, что делать Пьеро Пьеро куда-то исчез Ты ходила в Шинис? Да, ходила Туда и в другие забегаловки Я все их обошла Он должен был уже вернуться Вернуться? Вернуться из города Зачем он пошел туда? Повидаться с матерью Зачем повидаться? Он получил от нее письмо Его принесли в мой дом Потом они с Риджисом ушли И Риджис вернулся один А Пьеро все не возвращается Где Риджис? У алджирцев Надо с ним поговорить Идем И еще увидимся Здравствуй, Риджис Куда ты? Да так гуляю Хорошо, тогда прогуляйся со мной Я жду Пьеро Можем подождать его вместе Мне надо... В чем дело? Нервничаешь? Я нервничаю Отчего? Вот я и удивляюсь Обычно ты едва со мной здороваешься Поэтому все это так неожиданно Не знаю, что и подумать Просто я понял, что недоценили тебя Я ошибался ведь Так и идем Куда-нибудь в тихое место Где можно поговорить Мне столько рассказывали о твоей храбрости Храбрости? Удивлен? Вообще-то нет Ты скромен Ну, дело в том, что Можно быть храбром И не догадываться об этом Конечно А почему ты так решил? Ты же пошел в город вместе с Пьеро Не всякий решился бы на это Ну да Не прибедняйся Это был смелый поступок Да Видишь? Теперь мое мнение о тебе полностью изменилось Полностью Я всегда хотел только помочь Конечно Ответь мне Где ты оставил Пьеро? Где-то я запамятовал Зачем он пошел туда? Не помню Хочешь, я освежу память? Он хотел встретиться с матерью И как она? Я ее не видел Почему? Она была больна В постели Я не хотел ее беспокоить Все это должно быть так неожиданно Я думал, она во Франции Мойму он получил письмо Ты его видел? Мельком То есть ты оставил его там И вернулся один? Он захотел побыть с ней Это естественно Вполне Именно? Конечно Звали меня? Да нет Просто разговариваем Присаживайся Риджис сегодня сделал доброе дело Спустился с Пьеро вниз в город И теперь вы ждете беднягу Пьеро? Почему бедняга? Потому что он пошел туда с Риджисом И что? Хотя... Наверное, правильнее сказать И теперь вы ждете Пьеро с беднягой Риджисом Что происходит? Я задыхаюсь Расслабься Успокойся Мы понимаем, как ты волнуешься за Пьеро Вот Держи Пей смелее Только не откуси от него Я не знаю, что со мной Ничего Пройдет Тебя уже лучше Отпустите меня Отпустите Ну уж нет Что за спешка? Тебе ведь есть о чем подумать? Не суетись ты так Давай, покури Это успокоит твои нервы Слушай, Пепе У него шея слишком длинная выросла Может быть, надо Укоротить ее Укоротить ее Тебе ведь нравился Пьеро, так? Да И сейчас нравится Нравился Ведь сейчас ты даже не хочешь дождаться его и узнать, почему его арестовали Да-да Да У тебя жар Ты меня беспокоишь Он весь горит Я боюсь, что он не протянет Я не хочу дождаться Пьеро Пепе, Пепе, отпусти меня Ты меня знаешь Ты ведь меня знаешь Это ведь я приходил предупредить тебя Отпустите меня Отпустите Отпустите Да он бредит Жаль, так он не доживет до продолжения Как насчет маленькой безобидной игры? Мы уверены тебе понравится То-то, что ты неважно выглядишь Давай-ка, присаживайся Осторожненько Вот сюда Что вы делаете? Инесс, скорее иди в город и попытайся что-нибудь выяснить про Пьеро Постарайся найти его и привезти обратно как можно скорее Он пошел туда с Риджесом Если ты приведешь его обратно, Риджес будет рад Хорошо Снимешь, Риджес? Хорошая карта Тебе везет Не можете его найти? Не беспокойтесь Сюда Почему вы выглядите так загадочно? Несомненно, вы впервые в таком месте Твой ход Клади карту Мне что-то совсем не по себе Просто ты думаешь о чем-то другом Он думает о Пьеро Разумеется Я все думаю Надо найти подходящий язык, на котором с ним можно разговаривать Чтобы он посидел от страха? Да нет, но думаю, чтобы он стал поразговорчивее Необходима эмоциональная встряска Ты имеешь в виду... Я ухожу, позаботьтесь о Риджесе Все еще ждешь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы знаете, иногда мне кажется, что все это происходит в одном из районов Нью-Йорка Главное в путешествиях это увидеть что-то новое Когда я однажды был на Курсике, мне казалось, что я в Турции А когда был понят, думал, что я в Венеции Скажите, здесь исполняют национальную музыку? Разумеется Что это? Чека Чехба Первый раз слышу национальную музыку Вы решили еще раз взглянуть на это странное дикое животное? Странное, но не такое уж и дикое Как вам моя клетка? Даже не знаю, право Вам нравится, Алжи? Я не люблю путешествовать, я скучаю по дому Правда? Когда я утром открываю глаза и не могу увидеть Париж Мне сразу хочется вернуться Вы обывали в Париже? Был ли я в Париже? Бульвар Сан-Мартен Елисейские поля Северный окно Монфарнас Аббатство Капелла Монмартр Бульвар Рушушуар Площадь Фонтан Плац Бланш Как тесен мир Не хотите? Спасибо А прикурить? Мы далеко от дома Извините Что? Он все еще думает над своим ходом Можешь возвращаться Какие у нее камушки? Если бы я был на твоем месте Я бы не упустил такую возможность Заткнись Не смей так со мной разговаривать Как я, главное, заткнись Ну ладно Он говорил обо мне? Он беспокоился за вас За меня? За ваше украшение Как мило Вы не надели ожерелье? Нет Я же знала, что встречу вас Я бы надел Это тоже что-то Да? Но он почти ничего не весит Минимум 20 тысяч франков Вряд ли Я имел ввиду, за сколько бы я его продал Вот Наденьте его Наденьте вы Субтитры создавал DimaTorzok Потанцуем? Хорошо Как вас зовут? Габриэл Можете звать меня Габи Замужем? Нет Не замуж? Нет Почему? С кем приехали? Со своим женихом Какой он? Щедрый И все? Только так? Он хороший Над чем смеяться? Просто так Жаль Жаль Жаль, что я малого знаю Почему? Не могу угадать по вашему лицу Когда люди смеются Надо мной, я хочу знать Почему? Все это напоминает мне мое детство Мы танцевали на улице по праздникам На Новый год Первого мая 14 июля А вы откуда знаете? А что, думаете, я одел? Жаль Вы не жили со мной по соседству В Лабае В Лабае? Я же лота Я учился там в школе Так вы были совсем рядом? Нет Пойдемте отсюда Куда? На террасу Вы видели оттуда бухту? Тимон Март Елисейские поля И Пляс Бланш Обожаю Пляс Бланш Я не могу Там мои друзья Но я вернусь Когда? Как только смогу Когда? Завтра Как я могу быть уверен? Я не нарушаю обещаний Отпустите Почему? Потому что я вас прошу Скажите, пожалуйста Вы грубий ян Да? Буду ждать вас здесь Здесь Было бы мило встретиться на Пляс Бланш Что с Пьеро? Я не знаю Ты его искала? Я не хотела оставлять тебя одного Я не один Я с мадам Делай, что я сказал Пьеро? Где он? Кто? Риджес Где он? Идем Идем Они стреляли в меня, Пепе Полиция Я тебе не послушался Я помогу тебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Нет 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 НО! 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 Я понял. Это инспектор Слимейн. Пепе Лимонко решил выйти. Пепе, остановись. Ты сошел с ума. Пепе, не уходи, умоляю. Не уходи. Я не хотела говорить, но она сейчас здесь. Она в доме. Ждет тебя. Бедяна. Где она? Ты солгала мне? Ты солгала? Только так я могла остановить тебя. Если бы я попросила тебя остаться ради меня, ты бы меня не послушал. И... Как я еще тебе не надоел. Не знал, что буду выглядеть так глупо. Ты достойна лучшего. Дело не в том, чего я заслуживаю. А в том, чего хочешь ты. Почему ты так беспокоишься за меня? У меня это кольцо на пальце. Все еще и выносишь? Когда я бежала, все боялась потерять его. Но ты меня догнала. Не ожидала, что ты будешь бежать так быстро. Не забывай. Я опытный. Раньше никто не мог догнать меня. В следующий раз буду осторожнее. В следующий раз? Не волнуйся. Сейчас мне нужно отдохнуть. Я хочу пить. Я мигом. Нет, не стоит. Нет, не стоит. Я пришла. Как и обещала. Почему? Почему ты так удивлен? Как и обещала. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы прекрасны. Наверное, многие говорили вам об этом. Но для меня ваша красота нечто большее. Два года я жил потерянным. Ходил, жил, словно во сне, пока вы не разбудили меня. Мне кажется, все это время... Сам того не осознавая, я ждал именно вас. Вы для меня означаете Париж. С вами я могу... Вырваться отсюда. Вы как весеннее утро в Париже. Вы прекрасны. Вы великолепны. Знаете... Вы для меня... Как луч света. Вы прекрасны. Слышите. Вы слышите? Да? Это бьется в мое сердце. Так учащенно? Да. Я вижу, как вы гуляете по Париже. Как пьете кофе. В кофейне, на бульваре. Что вы делали раньше? Раньше? Да. Ничего особенного. Уже поздно. Я должна идти. Итак, вы придете завтра? А если нет? Вы не можете выходить из Казбаха? Почему вы спрашиваете? Не можете? Нет. Я узник, как медведь в берлоге. Собаки лают повсюду охотники. Оттуда нет выхода. Довольны? Возможно, вы даже рады. Мне это не нравится. И я не рада. Вы правы. Если вы не вернетесь, я буду готов на что угодно. Спущусь в город, чтобы найти вас. Завтра, Пеппи. Завтра? Я не нарушаю обещаний. Какой аромат. В Париже? Стремлайн. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Получилось? Что? Украшение Что с тобой происходит? Если ты не взял украшения, ты просто потерял время Что вы там делали? Где? Там Ты оживаешься Вы не были там Ну-ка повтори Мы были в Париже. Что? Ну ладно. Жизнь прекрасна и проста, лишь умею и наслаждаться. Сынок, это Пепелемока. Радость минут к счастью, секундам и мгновениям. Каждый день пусть рьется песня. Каждый день. Пепе, привет. Радость минут к счастью, секундам и мгновениям. Пепе, что с тобой? Что со мной? Ты не знаешь, сегодня праздник? Не знала, какой праздник. Воскресенье, каждый воскресенье праздник. Сегодня четверг. Для меня воскресенье. Четверг. Да, тебе всегда кажется, что четверг. Вчера мне так не казалось. Какая разница? Я хочу думать, что сегодня воскресенье. Я хочу прогуляться по бульвару. И провести день на Плац Бланш. Привет. Как вам песня моя? Великолепно. Ты должен учиться ценить прекрасное. Кто? Он? Когда ты по-настоящему счастлив, в бой, радуйся. Ты выглядишь счастливым. Ты снова ее видел? Тебе интересно. Ну, если ты мне не доверяешь... Думаю, я могу тебе сказать. Она снова приходила? Разумеется. И непременно придет еще. Ты ждешь по сегодня? Знаешь, инспектор, ты слишком многим интересуешься. Никому ни слова о том, что я тебе говорил. Это все между нами. Да. Инспектор, здравствуйте. Ваш звонок сильно меня удивил. Дело в том, что вопрос очень деликатный, но важный. Я хотел предупредить вас, что ваша невеста слишком уж неравнодушна, как бы это сказать, к одному из обитателей Казбаха. О чем это вы? Казбах не то место, куда женщине стоит ходить одной. Она привлекает... Там слишком много внимания. Мы, разумеется, хотели бы оградить ее от возможных неприятностей. Их, в общем-то, легко избежать. Просто она не должна возвращаться в Казбах. Вот и все. Войдите. Прости за беспокойство. Ты уходишь? Как видишь. Куда ты? Погулять. Куда именно? На Елисейские поля. Можешь дать мне разумный ответ? Тогда задай разумный вопрос. Куда мне идти? Я никого не знаю в Алжире. Я просто брожу. Просто брадишь. И куда же ты запретешь? Пока не знаю. И не узнаешь? Потому что ты никуда не пойдешь? Пойду, дорогой, пойду. Потому что здесь уныло, как на кладбище. Мне так неприятно возвращаться сюда, к тебе, каждый день. Так что... Пока, дорогой. А я знаю, куда ты идешь. Да? Ты идешь в Казбах. Вот, вот. Ты ходишь туда каждый день. Да. Чтобы встретиться с Пепелемоко. А. Так ты за мной следишь. Ты станешь моей женой. В этом право мало приятного. Я не позволю тебе вести себя так. Спасибо, что сказал. О чем ты? Давай будем откровенны. Как ты думаешь, почему я выхожу за тебя? Посмотри на себя и посмотри на меня. Я никогда тебя не обманывала. Ты всегда знал, что я тебя не люблю. И тебя это не волновало. Пока мы не женаты, я буду делать то, что хочу. Это будет честно. Я запрещаю тебе выходить. Зря тратишь время. Если ты сейчас уйдешь, можешь больше не возвращаться. Надеюсь, ты хорошо подумал. Советую тебе тоже хорошо подумать. Отлично. Прощай. Габи, ты пожалеешь. Нет. Что? Вы не можете идти в Казбор. О чем это вы? Ваш жених просто хотел оградить вас. Не говорить вам того, что узнал от меня. Сегодня днем полиция вновь попыталась арестовать Пеппе Лемокко, и попытка оказалась удачной. Его арестовали? Хуже. Он был убит. Он был убит. Он был убит. Я просто зашла сказать, что сегодня четверг. Я знаю. Я с самого начала это знала. Я не так глупа, как ты думаешь. Так вот где Пляс Бланш. Здесь не так уж весело по четвергам. И совсем не похоже на Париж. Что это с ним? Ты знаешь, что такое несчастная любовь? Прекрасно знаю. Я тебя вылечу. Я как Пепе. Мы с Пепе похожи. Мне тоже нравятся женщины с бриллиантами. Но кажется, мы упустили шанс. Похоже, придется мне самому идти в город, чтобы этим заняться. Что? Да, Виллаже. Хорошо, забронируйте. Ты хочешь уехать? А я думал, ты останешься на похороны. Четыре первым классом. И пришлите наверх виски с содовой. Тебе нужно выпить. Немножко, чтобы почувствовать себя лучше. Что случилось? Почему не поешь? Не лезь мне в свое дело. Я не лезу. Просто думал, что тебе будет интересно узнать, что я иду в город. Зачем? У меня там дела. Что-то важное? Да так, проверить кое-что. Когда идешь? Да прямо сейчас. Сделаешь одолжение? Конечно. Я хочу, чтобы ты передал письмо. Да я что угодно могу передать. Я понял, я, конечно, не ты, но я справлюсь. Ревесите ручку и бумагу. Зайдешь с центрального входа. Дашь кому-нибудь денег и обязательно дождись ответа. Не волнуйся, я вернусь не с пустыми руками. Буду ждать у тебя дома. Скажи, Таня, я вернусь через два часа. Удачи. Который час? Девять. Вечера? Утро. Солнце уже встало. Неужели я столько проспал? Где Карлос? Он не вернулся. Как это так? Я всю ночь не спала. Он сумеет о себе позаботиться. Посмотрим, что он мне скажет, когда вернется. На этот раз он меня выслушает. Бедный Карлос. Вечно ты волнуешься. Что ж, такова жизнь. Он просто решил пошататься по городу, пока есть время. Пеппе здесь? Что надо? Мы везде тебя искали. Почему ты не дома? Потому что я здесь. Что ты хочешь? Пеппе, мне нужно с тобой поговорить. Ну так и не стесняйся, здесь все свои. Ладно, говори. Пеппе, мне так стыдно. Ну и что с тобой? Все хуже, чем ты думаешь. Да ну. Давай, оскорбляй меня. Я это заслужил. Ты себя льстишь. Это связано с тем письмом от матери Пьерро. Это я его принес. Но я не знал, что он из полиции. Если бы я знал, что письмо написал Риджус, я бы ни за что его не передал. Продолжаем. Потому что я не знал, откуда письмо. Если бы я знал правду, я бы к нему и не прикоснулся. Пусть я и стукач, но такого я бы не сделал. Ты только наполовину стукач. Другая половина нормальная. Вот поэтому я здесь. Говори. Я не мог больше держать это в себе. Прости меня. Прекрати, меня тошнит от этого. Я не хочу, чтобы ты плохо обо мне подумал. И? Прошу, поверь мне. Я пришел, чтобы сказать. Они взяли Карлоса. Что? Что с Карлосом? Полицейские взяли его. И за сколько ты его продал? Если бы я его продал, меня бы здесь не было. Сначала Пьерро, теперь Карлос. Лок любит троица. Следующий ты, Пепе. Давай, рассказывай. Итак, они арестовали его. Кто именно? Инспектор Луэн. Они окружили его в десятером. Была перестрелка? Нет, все обошлось спокойно, мирно. Как ты об этом узнал? Я был в полицейском участке, когда они привели Карлоса. Я видел его в камере. Он дал мне письмо, то, которое вы ему давали, и сказал отнести его в отель. Каждый раз, когда появляется письмо, именно он его приносит. Мне это не нравится. Молчи. Молчать, когда ты пишешь письма другим женщинам? Неважно. Монеты ни одного не написал. Замолчи. Итак, ты пошел с письмом в отель? Ради тебя, Пепе. И ты принес? Что? Ответ. Она хотела написать, но не могла за ней следить. Но она ждет тебя сегодня утром. Ты можешь пробраться туда незаметно. К черному входу, со двора. Она увидит тебя из окна. Так она сказала. Это все? Она хотела сама прийти, но не может выйти. Ты никуда не пойдешь, Пепе. Я велел тебе молчать. Продолжай. Она ждет, что я сообщу ей ответ. Так что мне ей сказать? Так она ждет? Да. Я сам сообщу ей ответ. А ты жди здесь. Но, Пепе... Не беспокойся. Мои друзья не дадут тебе скучать. Пока я не вернусь. Но она ждет меня. Что? Ничего. Я подожду. Расскажи мне еще раз про Карлоса. Он сказал что-нибудь еще? Нет. Они обыскивали его? Да. Тогда они забрали пять тысяч? Да. А ты уверен, что он не передал их тебе? Уверен. Точно. Я не брал денег. Да. Я не брал их. Я видел, как в ванной взял. Ты говоришь, Габи не могла написать, потому что за ней следили. Да. Но как тогда мы сможем увидеться? У Черного входа в отель. Забавно. Он уйдет. Ясно. Но почему она не могла мне написать? Он был. И как же она с тобой говорила? Потому что... Потому что ты не знаешь. И кое-что еще в твоем рассказе не сходится. Как они могли взять у Карлоса пять тысяч, когда у него и сотни не было? А мне так показалось. А теперь слушай. Неужели ты думаешь, что Карлос настолько глуп, чтобы отдать тебе мое письмо? Но письмо... Думаешь, я идиот, который поверит, что он отдал бы его тебе? Я даю ему слово. И ты хотел передать мой ответ, чтобы затем я пошел увидеться с ней. Подумать только. Она сидит в заперти, за ней следят. И как ей это удается? Хватит шуток с меня довольно. Принеси, чему-то. А теперь мы подумаем. Карлоса арестовали, это правда? Да. У тебя мое письмо? Да. И я хочу знать, что произошло на самом деле. Рассказывай все, что знаешь. Ничего. Мне придется шею тебе свернуть, чтобы ты вспомнил. Ладо, Пепе. Все придумал Слемейн. И он велел сделать. Продолжай. Так, чтобы ты пришел в отель. Он окружен, и тебя ждут. Ты знаешь о ней что-нибудь? Да. Почему она не пришла вчера? Ира думает, что тебя убили. Ей так сказали. Сегодня утром она уезжает, и она... Слемейн все спланировал. Это все? Да. Спасибо. Спасибо. Не делай этого, Пепе. Не бросай меня. Что я сделала не так? Ты тут ни при чем. Ты чудное создание, но ничего не поделаешь. Ты тут ни при чем. Я не хочу, чтобы ты уходил. Тебя могут убить. Я не хочу здесь оставаться. Я не могу видеть, как ты губишь свою жизнь. Это моя жизнь. Не делай этого, Пепе. Не бросай меня. Пепе. Пепе. Не бросай меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Видишь, Пепе, мы встретились в назначенное время. Честно говоря, я чуть тебя не упустил. Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Корабль отчаливает. Корабль отчаливает. Я прошу немногого. Я не смогу сбежать. Я доверяю тебе. Я не смогу сбежать. Я не смогу сбежать. Габи! 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 Конец. Конец.